здравствуйте уважаемые друзья в эфире программа школьная летопись я эдуард прошин а в гостях у нас сегодня мой хороший товарищ генеральный директор и художественный руководитель донецкого драматического академического молодежного театра владислав слухаенко владислав добрый день добрый день до заранее предупреждаю что владиславом мы знакомы давно поэтому общаться буду на дружеской ноге владислав мы с тобой не видели с момента финала конкурса лидеры россии с тех пор прошли такие важные события как успешный а может быть даже триумфальный гастрольный тур по многим городам россии вот расскажи пожалуйста что это была за акция как она родилась какие города вы проехали какие спектакли давали ну собственно этот гастрольный тур возник по инициативе росконцерта после начала спецоперации освобождение территории донбасса которая военная операция началась наш театр перестал работать как бы для зрителя в этот момент был приказ поскольку скопление массовых людей было запрещено вот и росконцерт вышел с такой инициативы для поддержания театров в контеатральных организаций донецкой народной республики с предложением гастрольных туров на территории по городам российской федерации помимо нас в этом гастрольном туре участвовал также театр оперы балета донецкий театр кукол ансамбль донбасса и вот мы четыре коллектива вот выехали в россии в каждом городе мы показывали два спектакля 26 показов было длился больше месяца ну действительно такой уникальный опыт и для нашего театра в целом для любого театра наверно потому что очень насыщенный график очень интересные гастроли интересные города вот абсолютно разный зритель вот поэтому для нас там хороший опыт был и в целом как бы а строг на деятельность для любого театра это как кислород крови но в этот момент для нас это было особенно важно но она важно это не только для нас было потому что я так понимаю что гастрольный турк преследовал несколько целей донецких коллективов вот учитывая и обстоятельств которых мы сейчас существуем очень важно наверное все таки для зрителей городов россии в общем-то познакомиться не с абстрактным жителям донбасса а с конкретными людьми с конкретными которые могут что-то творить делать вот вот они живые на сцене стоят могут рассказать о чем-то вот как спектаклях так и в общении живу это одна тоже из важных составляющих этого тура было а вот скажи пожалуйста вот как встречали вообще подходили люди спрашивали задавали какие-то вопросы если задавали то о чем говорили вообще очень много в каждом городе были пресс-конференции журналистами какие-то телевизионные эфиры проводились целом встречали очень тепло везде вот это принимающая страна и театр принимающий организация вся была на высшем уровне по приему очень тепло когда же с какой-то заботой такой к нам относились вот но вопросы как правило очень аккуратно начали особенно пресс-конференциях начинали творчестве все равно все скатывалось какую политическую составляющую в конце концов вот и стандартный вопрос правда что ли вас восемь лет обстреливали это в каждом городе звучало форекс обязательно или то есть люди не верили да получается или подходили где-то люди но в каждом городе обязательно этот образ звучал вот ну да отвечали что да все это было света реальность вот потому что вот как-то видимо для них тяжело это представить это так абстрактная далеко понятно что когда вот я по себе понимаю что когда какие-то боевые действия где-то там ливане происходили там не знаю там все или ну да там типа плохо то но это где-то далеко абстрактно и непонятно на самом деле не чувствуешь это все вот а когда вот здесь как бы с нашей ситуации немножко ситуация ближе потому что практически у большинства жителей россии на нашей территории либо родственники какие-то знакомые это все ближе это больнее вот и но все равно как-то не верится что как бы 8 лет что-то происходило мной им не верится слушая вот скажи пожалуйста мне вот интересно ты всю жизнь провел в театре с театром насколько я понимаю ты начинал еще в юности балетным артистом потом совмещал с учебой в политехе после того как ты отучился еще на юридическом факультете ты возглавил донецкий областной театр юного зрителя если я не ошибаюсь потом после этого ты работал свердловский в екатеринбурге возглавлял свердловский театр музыкальной комедии и вот вот ну и теперь ты пришел и возглавляешь донецкий республиканский академический молодежный театр вот откуда такая любовь к театру и как как вообще вот ты пришел к этой профессии это вообще заразная штука собственно вот как бы заразился когда он попал студенческие годы это нас пригласили как бы был нас такой полупрофессиональный коллектив достаточно сильный и мощный и главный речер театра когда у нас где-то увидел загорелся идея создать мюзиклы стал только с вами помогите приглашаем вас вот как-то и вот попав стены театра но как бы заражаясь это после отчаяния там пусть у тебя там веселый 90 этому там все работы скажем так я много-много как и сфера хочет успел потрудиться вот ну как бы все равно но по спирали по спирали вернулся в театр получается вот и по сей день там не нахожусь собственно я тут я работаю донецкий молодец на это тот самый тюз который который до этого был до военное время то есть я вернулся по сути дела свой же театр где меня ждали вот звали не хотелось все время приехать ну там абсцент совмешали какое-то время поэтому мы уехали 14 году вся семью семьей потому что надо было что-то когда вперед неопределенности надо чтобы забыла сейчас началом учебного года для детей в целом как бы ничего не будут и вперед определенности поступило такое предложение с трудом скамелию заместителем директора прийти принял я его до его принял это бесценный опыт на самом деле потому что это очень один из ведущих театров россии в своем жанре владатель больше 20 золотых масок но в целом такой мощный творческий коллектив и очень большой поэтому эти годы не прошли даром я считаю для меня вот чё-то но чему-то научился дополнительно что-то и как бы законодательстве театральном российскому пришлось разбираться она отличалась от нашего ну вот и сейчас это все я думаю пригодится в дальнейшем очень сильно а вот скажи пожалуйста тест наблюдал работу нескольких театров а вот действие отличие украинского театра и российского или наоборот есть что-то такое общее что их объединяет но больше вообще это общая советская школа на самом деле как бы советского театра вот там целом есть как бы в творческой составляющей как бы да там такие музыкально-грамматические театры но а в целом как бы школа организация производства сама театральная машина это все это что рождение как бы советский советского сталинских времен советских времен вообще как будут структура театральная как бы количество театров это театральная сеть большая со наибольшей мире пожалуй она как на украине осталось больше чаще сохранилась так в россии ну вот очень больше больше общего на самом деле гораздо больше общего тюзы это вот уникально как бы продукты советских времен опять же это только в советском союзе вы создавались от военного зрителя театра для детей массово такой количество массового количества и как бы они сохранились в украине в россии там большей частью тоже ну вот по сути дела один и тот же продукт а скажи пожалуйста вот насколько я знаю вы давали представление для беженцев и что вот тем вы показываете и показали что-то отдельно для детей ну мы как раз больше для детей показываем вот эти сейчас который у нас на территории мы готовим больше из этой категории раз больше для детей у нас есть такие небольшие представления анимационные либо там 40 минутное представление по совсем для совсем маленьких вот и как раз вот их мы используем для показа в господном нашем турист кстати говоря в ряде городов особенно приграничных областей когда вас фрагировали на наши спектакли тоже организаторы зачастую организован тоже вот зрителей но это бесплатный зритель такой был приглашенный уже семьи беженцев которые приходили наши спектакли зачастую наши земляки там это они же были ну а сейчас как бы то что сейчас все отработает для зрителя массово не работаем и спектакли не показан традиционный процесс и сейчас начался как бы блок работы по госпиталям выступаем госпиталях для раненых для медперсонала концертная программа подготовлена и в основном вот этим сейчас занимаемся а вот в этой связи такой более философский что ли вопрос вот вообще как свидетель вот этого времени видео все что это происходит вокруг нас сейчас а вот в этом вообще есть место искусству если есть то какое место занимает искусство театр литература но существует фраза да когда пушки ребят пушки музы молчат но с другой стороны все равно это необходимо составляющая культурная составляющая то необходимо составляющейся любой цивилизации вот человек он как бы бескультурного продукта практически все равно даже очень тяжело существовать он как бы становится дичай что ли то есть культура как бы позволяет человеку бы человека на самом деле то что отличается от животного много но к тому же примеры исторические показывают что во времена войн и существовал театр существовала музыка и все это являлось одной из составляющих такой в дальнейшей победы на самом деле это такая идея по диалогической что ли к поддержке людей данном случае не только военных людей в целом и те кто в тылу их те кто на фронте вот то без чего общем достаточно тяжело поэтому я думаю что культура имеет место быть и должна быть обязательно а вот те дети которые для которых вы сейчас со играете спектакли которые живут с нами в одном времени как ты думаешь вот им захочется создать какую-то летопись вот той истории в которой они находятся чтобы потом спустя время к ней вернуться тяжелый вопрос я думаю что у них там особое восприятие это действительности на нашей территории эти дети которые в общем-то выросли зачастую они на самом деле по сути дела не жили другом как войне вот конечно думаю что со временем там кто-то из них у вас когда вырастет в общем-то захват эмоции свои переживания эту историю немножко отразить это то есть это уже таланта потребности будет зависеть этих детей но как в военные времена скажем так вот обращаемся мы следа во времена великой отечественной войны к примеру как кому-то ну такому маркеру что ли но после той войны очень много общем-то многие как бы как не возвращались в эти военные воды так многие в общем-то набор пытались из каждого своей истории думал что там наверно наверно кто-то захочет обязательно но вот ты как руководитель театра ты хотел бы записать свою летопись чтобы потом это просто помнить что было но я не то чтобы хотел есть такая понятие такое понятие как история театра занимаешься руководить вот поэтому это мы по сути дела вот это щит каждый год пишется этой истории театра и она должна быть сохранена туда же не обсуждается хочешь не хочешь это надо делать понимаю да но ты какое самое яркое впечатление вот допустим от этого последнего гастрольного тура у тебя осталось вот каждый год по-своему запомнился по-своему был чем-то запомнился зритель вот раз разный как бы был но всегда очень доброжелательный на каждом спектакле наверное может быть запомнился сам тур наверно тем что все таки я порадовался за на актив поэтому потому что мы выехали тяжелых такие достаточно условиях там были срочные воды у нас и практически отсутствовали мотировщики с осветителями минимальный состав два человека всего мотировщика вы их смогло выехать потому что я сами либо мы реализованы либо вводились вот и вот коллектив этом случае проявил себя с лучшей стороны тем что общем-то я работал только к единый механизм вот невзирая там артисты там радист монтировщик вот надо что-то делать надо носить декорации надо помогать монтировать свет все мотируют свет то есть как вот не было ни одной накладки не было никаких разборок таких за достаточно долгий предвремени когда казалось бы коллектив существует в узком пространстве наоборот возникают конфликты трения у нас как-то получилось что наоборот где-то коллектив сплотился даже за это передвремени что порадовало на тот основное впечатление от этой гастроли для меня лично но это яркое впечатление на пожалуйста вот я знаю что спектакли который вы играете это человек из подольска дмитрия данилова как боги юрия полякова а что еще есть в репутации театра и вообще расскажи поподробнее о труппе что это за люди как они пришли в театр ну труппа тут долго можно рассказывать как бы все по-разному на самом деле но в целом как бы история создания театра вот если как вообще откуда корни идут создавался он как донецкий областной русский театр у него зрителя но создавался скажем так интересно донецком музыкально-громантическом театре было две трупы русская украинская свое время и в семьдесят первом году было решено русскую трупу забрать оттуда перевести здание подстроенное здание которое находилось в городе макеевка и вот на его на базе этой труппы русской трупы создать то несколько областного русского зрителя которым мы последний как бы являемся но поменял уже название на республиканский потом или я встал ну как бы молодежный вот но почему это важно почему на этом акцентирую потому что изначально создание театра с момента создания театра это делается создавалась на базе качественной русской качественной труппы именно русского театра в которой милорусскую театрную школу вот которая играла спектакль русской классики изначально была готова к этому и вот этот тренд что сохранился все годы существования театра это линия как бы основная то что это все таки несмотря на то что этот юз но это было хорошее так вот мощный драматический театр все время по своей сути понимая того чем еще интересен наш театр это уникально по советском пространстве он тем что единственный тюз на по советской пространстве который имел свой балетную труппу небольшой балетный коллектив и оркестр вот это наши вот те уникальные возможности которые дают нам творчески как бы самореализовываться наиболее широко честно самоду конечно сначала войнах событий труппа претерпела большие изменения достаточно большие потери понесла каждого состава ноги разъехались туда в россию кто-то в украину вот и мы как бы себя проанализировали был такой вопрос тоже во время гастроли как как поменялось вообще что поменялось сейчас актерский состав обновился процент на 70 процентов по стране с 14 годом вот сейчас гораздо больше молодежи стала театре вот но это талантлива молодежь которая проявляет себя пробует вот поэтому я думаю что театрах нашего хорошие перспективы хорошее будущее на данные гастроли но взяли как бы упоминаемые два спектакла но выбор был не очевиден выбор в общем-то первую технической составляющей потому что у нас возможности учитывая такой жесткий график большое количество родов абсолютно разные площадки там начинают очень маленький которые там буквально там пять метров ширину ну вот заканчивая полу стадионами 20-летним глубин вот можно бежать просто дистанцию сдавать великом городе такая была ровная сцена вот и поэтому нам надо было определиться с теми спектаклями которые технически чески смогут стать на любой сцене и которые мы сможем играть в любых условиях вот это на самом деле первую очередь этим и руководствовались помимо этого были ограничения опять же всех их техническом и творческом составе составляющие то части сотрудника у нас было мобилизовано сначала военных действий в армию днр в общем-то оказывает такие временные потери мы понесли но на уж условия астроли надо было принять решение взять и спектакль который закрепить можно плотировать вот и взял эти два спектакля в общем-то опять же мы посчитали что они очень разные они в разные по всем параметрам в речерском обречении по су существования актеров на сцене под подачу материала вообще по драматургии они очень разные вот и тем самым как бы мы сможем наиболее широко показать наши творческие возможности коллектива костяком репертуара нашего театра конечно первую очередь являются спектакли по российской классической драматургии это столб русский это орган чехов вот сейчас думаем о достоевском плотно вот и конечно а там у нас есть спектакль который хотелось бы им уместно было бы наверное взять данный астролиум тур это у нас вот есть так липша и сделаны не по инсценировке на гафферска наша театральная инсценировка не по лескову там текст именно лесковский весь сохранен и в наше время там это наиболее на может быть актуально было бы учитывать то что заложено в самом произведении лескова ту патриотическую составляющую отношения как бы взаимоотношения россии с зарубежными державами как оно было и что ничего не поменялось на самом деле за сетям прошло больше ста лет а все то же самое на самом деле сегодня происходит и конечно это был бы самый уместный именно этот спектакль для данного срогнатура но технически его невозможно было вывести на эти все площадки сейчас как раз мы получили приглашение на черкас на фестиваль который пойдут убрать и осенью и туда мы просьба везем левшу большие испытали когда запустим где у нас четыре тонны воды на ванце не плавает катерина это очень хороший спектакль он был создан в двенадцатом году мы его сделали поставили и но очень мало эксплуатировал мы успели как бы у него такая короткая но интересная фестиваль на жизнь это международный фестиваль театра чехов ялта нас удостоверить открывать фестиваль это спектакль это было достаточно сложного приезжали туда за сутки практически всю ночь монтировали этот спектакль для того чтобы вечером следующего дня в отыграть у технические возможности было было у нас все получилось все удалось вот луганске мы также на фестивале показано играли в общей сложности очень мало и было принято решение военные годы он рассыпался вот было принято решение буквально в двадцатьвером году мы это спектакль восстановили пригласили режиссера который ставил нашу возможность приехать в течение месяца шли репетиции актеры поменялись полностью там буквально из всего актерского состава одна актриса всего осталось которая играла в первом варианте этого спектакля можно сказать что это был сделан новый спектакль новый пример очень интересный зрителям зрители и зрители его любят и театроведом нравится на самом деле вот но технически конечно вывести его абсолютно нереально было до условий данных астролей поэтому мы взяли как бы то что смогли взять но считаем что не прогадали в общем то смотри показать на штатах лицом и надеюсь что в общем то понравилось нашим зрителям я уверен что понравится мне вот интересно как вот ты выбираешь вообще какие будут следующие спектакли как к тему к темам подходишь но при выборе спектакли тут руководством всех рядом факторов на самом деле тут в первую очередь смотрим на 1 пожаровости чего сейчас в репетаре тоже не хватает комедии трагедии методрамы возрастные категории рассматриваем потому что мы спятаем работа для всех возрастных категорий наши зрители это начинает самый самый маленький там два-три года и заканчивая ну как взрослым зрителям там между ними еще там просто детская улица младших младшие школьники средние школьники старшеклассники и уже взрослые люди молодежно так называемый репетар то есть по всем этим нищим и как бы стараемся заполнить чтобы мы вам не предложить на всем нашим зрителям в общем то какой-то интересный продукт когда мы обсуждали с одним из режиссеров малых по постановку для молодежи рассматривать современные какие-то пьесы вот а потом он вышел с этим джем голоса сейчас рамон джилье это не молодежная пьеса молодежная вот и и что до 8 смотрят как школьники старшеклассники так и взрослые зрители вечный материал вечная тема шикарным все шикарно все сложилось вот но помимо этого работаем также с режиссерами с пожеланиями потому что мы много приглашаем режиссеров и важно чтобы именно у них уже было желание поставить определенный какой-то спектакль поскольку если навязывать что-то ну насильно мил не будешь и как бы если через не могу через не хочу но ничего хорошего может не получиться на самом деле а когда режиссер горит желанием поставить какой-то определенный материал у него и наработки фантазия лучше работает и в общем то лучше получается лучше складывается тоже тоже один фактор когда мы определяемся с выбором материала вот желание режиссера если мы приглашаем со стороны вот очень немаловажный такой фактор чтобы но есть такая поговорка тебя правильно если в театре нет гамлета то нечего и ставим это вот о чем говорить что просто одна каждую роль которая предполагается будущем спектакле не должно быть компромисс а по темному назначению должно все как бы совпадать должно все работать и и в общем то все эти все эти факторы немаловажно для того что соблюдены репертуары вот поэтому что-то вот сказать что однозначно рецепт что вот мы так вот определяем нет такого нет вот все эти составляющие нужно учитывать когда мы выбираем материал для постановки вот и когда все составляющие складываться когда вот рождается искусство ну появляется искусство шедевром делать бы каждый раз на саши стараемся стараемся чтобы все составляющие совпали хорошие режиссура хорошие рома другие распределение актеров чтобы расходилась по трубке вот та ниша которую необходимость для зрителя которая будет востребована зрителями на данный момент вот и когда эти составляющие складываются это почти гарантия успеха а какое соотношение ты оцениваешь 10 успеха и не успехов сколько было успешных и были ли какие-то те спектакли которые ты бы оценил как не успех забыли конечно у нас всякая в этот живой организм еще раз говорю что театр про темы ценен это все-таки живое вот постоянно живое нельзя предсказать однозначно результат никогда процессе постановки вроде составляющие бывают идеальными режиссер и пьеса и актера шикарно занят а вот что-то не складывается не получается вот театр в целом это наиболее синтетический вид искусства составляющий там сразу ну то там с их есть и живопись и музыкальная составляющая и танцевальная и актерская ну наиболее вот такой симбиоз синтетический симбиоз всех видов искусств и на театре сочетается данном случае вот и удар у нас мою как береговскую убытность были такие случаи когда мы отыгрывали премьеру и пришло приходилось так расписывать потому что там если еще может быть на сдаче были какие-то сомнения может быть все таки когда выйдем на публику что поменяется нет на публику ничего не менялась этого избежания скажем так дальнейшего неудобства перед нашей публикой хотелось принимать такие непростые решения вложены деньги положенный крут силы какие-то актерские там эмоции все но приходилось отказываться не часто это час это не часто в нашем нашем случае бывало слава богу как вы чаще всего все таки у нас больше удачных спектакли чем удачных но еще раз никто не гарантирован слушай ну я как будто окунулся в другой мир послушав тебя совершенно необычный для меня я больше того сможем я больше скажу чем еще интересен театра цель не театру если камину вот нарисовали она существует в этом эзотерике но сняли там процесс монтажа все ну вот после выпуска она существует в определенном виде то два одинаковые спектакля никогда не увидите нет то есть этот же спектакль эти же актеры вы придете через неделю на следующий день неважно когда это будет совсем другой спектакль пусть чуть-чуть пусть немного но он будет его случай отличаться вот именно такого как вы увидите по энерго отдачи может быть по эмоции может у кого-то кто-то заболел там не знаю какие-то нюансы кто то что забыл но разные нюансы но никогда не бывает абсолютно двух одинаковых спектакль у нас поэтому зрители те которые же сейчас полюбили наш театр вот зачастую ну как бы фасу всем чтобы по 30 раз ходят на один уже спектакль и всегда находят что-то новое что-то видят новое что-то какие-то новые эмоции у них возникают какие-то новые открытия не делают группе театра коллективе театра спектакль в общем это интересно очень достаточно вид искусства приходите в театр любите так вот очень захотелось посетить как какой-то из твоих спектаклей интересно я надеюсь такая возможность предоставиться с форму вот я хотел сказать интересно когда такая возможность возникнет пока нет планов больше в россию приезжать спектаклями но есть у нас сейчас данный прям данный момент вот мы буквально позавчера отыграли спектакль в новошахтинске на театр на фестивале поговорим о любви но два спектакля детские у кавчера 8 и сейчас ждем результатов это жюри оценки нашей работы вот разбор спектакля был как бы всем жюри он как бы достаточно был лояльный у нас больше в основном поле и какие мы молодцы и как у нас все хорошо получилось но подождем результатов этого подведения фестиваля и сейчас у нас есть приглашение на три фестиваля театральных которые должны пойти восемью но не знаю как сложится желание то есть удачи уже техническая возможность из этого все получится как она что будет происходить как это будет получаться надеемся что мы приедем и смог можем порадовать также зрители это в петербург кстати приглашение одно вот два черкаса вот буквально вчера озвучено было при приглашении уже мы подавали заявку на фестивале нас включили программу показа вот махачкалу тоже поступало телефона разрешение декор театра владислав а скажи пожалуйста какие у тебя самые интересные впечатления детства которые ты бы хотел всегда держать в памяти и возвращаться к ним но мне так тяжело даже ответить какие самые яркие вот потому что у меня на самом деле одессе насыщенное было детство на мой взгляд много было ярких какие-то момента которых до сих пор остались я даже затрудняюсь увидели какой-то один из них это какие-то может быть там успехи достижения там спорте могли быть вот какие-то перво влюбленность там не знаю третьем классе даже затрудняет что-то выделить одно из этого всего вот но в целом у меня было счастливое детство считаю вот это самое главное наверное совсем она воспоминания детстве как в счастливом периоде времени вот она сама такая большую яркое воспоминание целом об этом периоде времени для десанна полчас geb shocked таким ребенком ни без проблем не из каких-то могли космондショны нам это у чтобы свои время как раз удовольствия очень раз поминаю рискнуть предположить что детские впечатления у тебя если бы они были записаны в свое время, сейчас бы они были бы ярче, и к ним можно было бы возвращаться. Скорее всего, потому что ничего не записал, поэтому их и не осталось. Вполне возможно, потому что, конечно, многое забывается. Многое забывается, где-то всплывает иногда в памяти по какому-то поводу. Но в целом, конечно, какие-то яркие эпизоды отдельные. Дневники и летописи всегда ценились именно тем, что позволяет сохранить в памяти какие-то события. Я думаю, что это хорошая вещь. Это одна. Да, вот сейчас бывает, когда смотришь школьный альбом свой, и некоторые лица просто даже не узнаешь. А если бы были какие-то истории связаны с этими людьми, то совсем по-другому бы уже относился к этим фотографиям. Абсолютно согласен. Я бы хотел поблагодарить тебя за то, что во-первых, просто за наше интервью сегодняшнее, а во-вторых, за то, что благодаря таким людям, как ты, вот и не замирает культурная жизнь, несмотря на всю тяжесть нашего времени. У нас в гостях был Владислав Слухаенко, генеральный директор и художественный руководитель Донецкого республиканского академического театра. Спасибо большое, друзья, и всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok